шалон драгоценные братья сестры мир вам друзья сегодня хочу предложить вам прослушать очень важную интересную проповедь о невидимом благословении сила которого сопровождает верующего человека по всей его земной жизни откройте свое сердце и будьте предельно внимательны к слышному слову которое бог я верю посылает сегодня в вашу жизнь увидимся в конце программ второе невидимое благословение которое сопровождает жизни каждого человека я имею ввиду и благословение и проклятие как анти благословение это благословение родителей давайте откроем бытие 27 главу как скоро совершил исаак благословение над иаковом и как только вышел иаков от лица исаака отца своего исаак брат его пришел слов ли своей и приготовил он кушанье и принес отцу своему и сказал отцу своему встань отец мой поешь дичи сына твоего чтобы благословила меня душа твоя и саак же отец его сказал ему кто ты он сказал я сын твой первенец твой человек потерял уже первородство а ему еще кажется что еще все нормально я первенец твой исааф и вострепетал исаак весьма великим трепетом и сказал кто же это который достал дичи принес мне и я ел от него прежде нежели ты пришел я благословил его и он будет благословен исаак выслушав слова отца своего поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему отец мой благослови и меня но он сказал брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое и сказал исав не потому ли дано ему имя иаков что он уже запнул меня два раза он взял первородство мое и вот теперь он взял благословение мое и еще сказал он неужели ты не оставил и мне благословения исаак отвечал исау поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы одарил его хлебом и вином что же я сделаю для тебя сын мой но исаак сказал отцу своему неужели отец мой одно у тебя благословение благослови и меня отец мой и возвысил иса в голос свой и заплакал и отвечал исаак отец его и сказал ему вот оттука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему будет же время когда воспротивишься и свергнешь иго его ибо свои и его свои твоей и возненавидел и сав иакова за благословение которым благословил его отец его и сказал иса в сердце своем приближаются дни плача по отце я убью иакова брата моего давайте поразмыслим что за история которую повествует нам бог оказывается потеря первородства имеет продолжение когда человек обладатель первородства это значит что в его жизни будет сопутствовать успех во всем в том числе родительское благословение это важный момент в жизни каждого из нас не секрет что отверженные люди дети вернее это дети которые всю жизнь спотыкаются на ровной дороге и вот это невидимое отвержение невидимое проклятие оно сопровождает человека на протяжении долгого времени послушайте мир духовный намного реальнее чем мы его себе представляем невидимое благословение это когда это желанный ребенок когда родители с первых секунд благословляют дитя в утробе тогда бог может сделать сверхъестественное чудо в жизни этого ребенка казалось бы что это такое благословение мамы благословение отца друзья мы поверьте я знаю чем я говорю благословение родителей так важно в жизни каждого из нас вот почему когда мы встречаемся с молодыми парами я консультирую их перед вступлением брак один из первых вопросов благословляет ли вас ваши родители если они говорят вы знаете мама против папа против они не видят что мы вот те люди я им говорю идите к родителям и сделайте все что вы только можете сделать чтобы получить благословение родителей если этого благословения нет жизни посмотрите что произошло с сау он еще знаете по инерции он еще себя ощущает первородным первенцем он папе приготовил вкусный ужин пришел с охоты на готовил все и и приходит папа покушай отведай покушаешь а потом благослови меня и вдруг папа говорит стоп кто ты смысле я первенец и сав а кто перед тобой будут за полчаса до твоего прихода послушайте родительское благословение это так важно в жизни потому что бог дал одну из десяти заповедей вы слышите пятую заповедь почитай отца и мать чтобы дни твоей жизни продлились как-то они вот весовой категории недооценено пятая заповедь а напрасно благословение родителей играет очень важную роль в жизни и когда и сав говорит папа не нашло не осталось ли у тебя и для меня благословение он говорит сынок прости но я отдал уже свое родительское благословение теперь ты будешь в подчинении своего младшего брата иакова и твои люди и твои рабы и твои братья они все будут подчиненными потому что благословение есть только в единственном экземпляре ты его не оценил первый раз не оценил свое первородство второй раз не оценил родительское благословение вы хотите знать что еще нужно для для нашей жизни третьим важным моментом аминь давайте откроем второе тимофея первая глава павел волею божьей апостолу иисуса христа по обетованию жизни во христе иисусе тимофею возлюбленному сыну благодать милость мир от бога отца и христа иисуса господа нашего благодарю бога которому служу от прародителей с чистой совестью что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью желаю видеть тебя вспоминая о слезах твоих дабы мне исполнится радости приводя на память нелицемерную веру твою которая прежде обитала в бабке твоей лаиде и матери твоей евнике уверен что и она и в тебе по этой причине напоминаю тебе возгревать дар божий который в тебе через мое рукоположение третий важный момент в жизни каждого верующего человека это откровение о невидимом благословении рукоположения посмотрите апостол павел который сам был уже потомственным верующим человеком он говорит я служу богу от праотцов может быть в третьем четвертом в пятом колене кто-то уверовал и апостол павел уже шел как бы по накатанной потому что его предки приготовили этот путь и бог оценил это избрал его от праотцов и дальше он говорит тимофей я обращаюсь к тебе не смотри на свою молодость не смотри на тот небольшой возраст физический который у тебя есть у тебя есть что-то намного важнее вера которую сегодня имеешь ты она однажды обитала в бабки твоей лаиде и когда твоя бабушка родила твою маму она взяла эту маму принесла в божий дом и провозгласила над ней господь я посвящаю тебе свою дочь я посвящаю тебе этого ребенка я не знаю как дальше будет складываться жизнь этого этой крошки но я посвящаю тебе и лаида выросла вернее евника выросла дочь лаиды и однажды стала верующей девушкой вышла замуж за благочестивого мужа и эта семья родила мальчика по имени тимофей и также посвятила его богу и вот этот мальчик рос до определенного момента и как-то на очередном перекрестке жизни он встретился с человеком который был путешествующим апостолом он шел из одного города в другой и вдруг что-то ёкнуло вы знаете есть какие-то важные встречи в нашей жизни когда молодой парень тимофей он говорит можно я встану вашим подмастерием можно я стану вашим оруженосцем и павел посмотрел на него и бог говорит возьми его с собой павел не знал с кем станет кем станет этот молодой парень но он взял его с собой и какое-то время он его держал возле себя и я верю в эту знаете преемственность поколений скажем на это аминь и однажды наступил момент когда павел вынужден был идти дальше потому что бог его звал на новую территорию и перед лицом многотысячной церкви в ефесе на тот момент апостол рик рейнер говорит что это было где-то от 70 до 100 тысяч людей вдумайтесь в эти цифры 70-100 тысяч людей в церкви и павел вызывает на воскресном собрании этого молодого парня по имени чимофей помощника и он возлагает на него руки и в духовном мире происходит передача помазания я верю в силу невидимого рукоположения я верю что если это было так важно в жизни первоапостольской церкви я верю что это не перестало быть актуальным до сегодняшнего дня скажем на это аминь смотрите что делали люди которые служили богу в то время деяние 14 глава проповедов евангелие всему городу и приобретая довольство довольно учеников они обратно проходили листру и окию антиохию утверждая души учеников увещевая пребывать в вере в паучая что многими скорбями надлежит нам царство божье 23 стих рукоположив им пресвитеров каждой церкви они помолились с постом и предали их господу в которого уверовали потом пройдя через беседию пришли в панфилию и так далее и тому подобное посмотрите рукоположили пресвитеров рукоположение невидимое возложение рук на людей которым передается власть в духовном мире ответственность мудрость дары которые в тебе пишет павел тимофею они раскрылись внутри тебя дар организатор организатора дар проповедника дар евангелиста дар поклонника дар служение вспоможения дары которые есть в тебе тимофей помни они даны богом через моё рукоположение как вы думаете это важные вещи или не очень мы же читаем слово божье если это было первоапостольской церкви рукоположив по каждой церкви пресвитеров помолившись с постом помолившись с искренним сердцем мы передали им власть в духовном мире и дары бога начали продолжать действовать уже в новых людях зачем мне рукоположение зачем мне посланничество это голос невежества это голос гордости а гордым бог противится а смиренным дает благодать и перед тем как иисус навин стал вождем израильского народа знаете что он делал он был слугою моисея он лил на руки воду моисея он помогал ему повседневная жизнь он не знаю как хотите терся возле этого божьего человека и помазание перешло на его жизнь друзья мы бог вчера сегодня и во веки тот же и когда мы говорим о невидимом рукоположении друзья я уверен что это так важно это так необходимо для успешного служения богу в его царстве четвертый важный момент о котором мы сегодня говорим написано в матфея 16 главе симон же петр отвечая сказал ты христос сын бога живого тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты симон сын ионин потому что не плоть и кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах и я говорю тебе ты петр на всем камне на всем откровении о том что я христос сын бога живого они просто пророк из назарета на этом камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее и я дам тебе ключи царства небесного и то что ты свяжешь на земле то будет связано на небесах и то что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах друзья мои есть наиважнейший четвертый вид благословения которое должно сопровождать нас как верующих людей в этой земной жизни это невидимое благословение церкви христовой не слышу друзья невидимое благословение церкви христовой что это такое некоторые самоуверенные невежественные люди говорят да зачем это нужно я и без вас обойдусь я не нуждаюсь в благословении это голос еще раз повторю невежество это голос гордости и самоуверенности благословение церкви как было в тот момент так и до сегодняшнего дня является одним из ключевых для успешной жизни в этой земной жизни все что ты петр вместе с божьим народом которая именуется церковь божья на этой земле свяжешь то есть запретишь не разрешишь абсолютно будешь противостоять все я продублирую на небесах твой запрет на земле будет запретом моим на небе твое разрешение благословение продублируя на небесах все что ты разрешишь я говорил иисус разрешу с отцом моим небесным все что есть на этой земле не от бога друзья мы должны брать власть и связывать я верю благословение которое ничем другим не заменишь не подделаешь ни каким-то образом не значит подтасуешь благословение церкви это так важно однажды мать сказала потрясающие слова она сказала если бог скажет мне что-то делать он проговорит также моему епископу свидетельство двоих или троих есть истина бог если он что-то хочет он обязательно если это божий почерк он продублирует это откровение через уста божьего служителя иисус свою церковь называет своей невестой если вы видите отношения жениха с невестой даже них за невесту готов всех положить если что-то угрожает ей если что-то ей не так кто-то сделает он готов вступиться в этой брани за свою возлюбленную я верю что иисус не ошибся когда он сказал я создам мою церковь это не церковь апостола петра это не церковь пастора юрия это не церковь кого-то из других служителей друзья когда мы говорим о церкви это люди которых сам бог называет своей возлюбленной невестой и бог стоит за церковью и библия говорит один из переводов врата ада будут пытаться одолеть церковь внешние внутренние процессы разрушительные будут проходить гонения с которым с ненавистью сатана пытался делать в начале в самом зародыше первоапостольской церкви в процессе когда церковь стала уже выпрямив свои плечи стала государственной религией были другие атаки на церковь но посмотрите уже больше двух тысяч лет сатана не может ничего сделать церкви христовой потому что бог если благословляет воистину будет благословенно драгоценные мы подошли к самому важному и ответственному моменту этой программы я хочу предложить вам если вы никогда этого не делали произнести молитву покаяния не говорите что я еще не готов потому что приготовиться к покаянию невозможно самое главное чтобы мы пришли к богу такими как мы есть а он своей великой силой невидимой силой благословения изменит нашу проклятую жизнь на благословенно прямо сейчас возле экрана телевизора закройте свои глаза и повторите от всего своего сердца слова этой простой молитвы дорогой небесный отец я прихожу к тебе таким как я есть в этой молитве я осознаю что я грешен и нуждаюсь в твоей милости иисус я верю что ты умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания я открываю свое сердце и жизнь для тебя мой господь я верю что ты умер и воскрес на третий день чтобы спасти мою грешную душу войди в мою жизнь наполни ее своим невидимым благословением аминь друзья если вы сделали это важное решение в жизни я поздравляю вас господь говорил что всякий кто призовет мое имя спасется вы сегодня призвали имя иисуса христа и бог по благодати и милости подарил вам спасение от всякого греха но для того чтобы сохранить это спасение необходимо делать важные вещи существует это человеческий фактор который нужно каждому из нас первое это молиться уже с этого момента бог слышит вас своими словами говорите ему все то чтобы сказали своему земному родителю второй очень важный момент начните читать слово божие это ваш духовный хлеб от которого вы будете возрастать в духовном мире третий момент найдите себе поместную церковь там где вы живете наверняка есть кто-то кто также любит бога изучает библию и станьте частью этой большой духовной семьи и четвертый момент смотрите наши программы на которых господь будет сильно касаться вашего сердца пусть бог обильно вас благословит мы любим вас с вами был юрий канвалов и программа последнее время до новых встреч друзья аминь аминь а а а а а Господь, я хочу в своей жизни эти четыре невидимых благословения духовного мира. Я хочу благословения первородства, я хочу благословения своих родителей, не только физических, а и духовных тоже очень важно иметь. Я хочу иметь благословение рукоположения, потому что через это передаются помазания, дары внутри человека начинают действовать, и благословение церкви. Те, кто не пренебрегает этими вещами, друзья, я скажу вам, они будут как дерево посажено при потоках вод, лист которого не вянет. Субтитры подогнал «Симон» Время Это то, что мы ценим меньше всего. Но все же это то, чего нам больше всего не хватает. Мы каждый день убиваем массу времени в интернете. 40 минут, чтобы пролистать новости в социальных сетях. 60 минут, чтобы поспорить с кем-то онлайн. 30 минут, чтобы оставить свои комментарии. 2 часа, чтобы поиграть в любимую игру. 3 часа, чтобы посмотреть сериал. Делая все это, мы удивляемся, куда же уходит наше время. Удели всего 30 минут для благовестия онлайн сегодня. И, возможно, уже завтра твой друг придет к Богу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»